Всем привет! Здравствуйте, мои дорогие! Девочки, сегодня будем шить манжеты. Вот у меня осталась старая кокетка, то есть это одна часть двойная ткань, и вот у меня была вторая часть, тоже двойная ткань. Она тянется вот так, в ширину. Ну, в принципе, для манжетов это не играет роли нам, потому что мы будем их дублировать. Напомню еще раз, что я сделала сама выкройку манжета, то есть примерно по руке засечки. Это там, где у меня соединяются детали, то есть у нас здесь будут пуговицы и петли. То, что вы видите, большой как бы нахлёст, это, разумеется, с припусками. Где-то 0,8 здесь припуски, поэтому, когда все это сошьется, расстояние, разумеется, уменьшится. Давайте я вам еще раз покажу готовый манжет от предыдущей юбки. Вот вы видите. Посмотрите, пожалуйста. Видите, когда они соединяются, то есть здесь не так много запаса. Это выкройка с припусками. Она у меня примерно 8, наверное, сантиметров. Минуточку я вам сейчас точно скажу. Так, 7,5 сантиметров. 7,5 сантиметров, если я по прямой померяю, это где-то 22 посередине. Ну, то есть у меня идет сужение вниз, то есть как бы рука внизу уже, выше, шире. То есть вы смотрите, какой ширины вы хотите иметь манжет и промеряете свою руку на этих уровнях. Рисуете сырую заготовку и затем прибавляете по кругу, допустим, 8 миллиметров на припуски. И тогда у вас получится идеальная выкройка. И плюс ко всему, девочки, она у меня не прямая, а с изгибами. То есть у меня внизу изгиб. Если я положу, например, сантиметровую ленту по прямой, у меня примерно 5 миллиметров от середины вверх и выведена линия. То же самое сверху. Вот, видите? То есть мы делаем как бы прямую линию, рисуем наш манжет и затем в середине поднимаемся на 5 миллиметров, делаем изгиб. И сверху то же самое. Прямая линия от прямой линии прибавляем 5 миллиметров, делаем изгиб и получится вот такая вот форма. Я сейчас раскроила уже мои манжеты, то есть по этой выкройке. Напоминаю еще раз, ткань у меня тянется в ширину, но здесь это не играет роли, потому что буду дублировать тонким флизелином. обе части. Если ткань не тянется, можно продублировать только одну половину. Ну, я буду дублировать очень тонким флизелином обе части. Сейчас нужно продублировать обе части и затем на ширине где-то 8 миллиметров отстрочить. Я отстрачиваю полностью по низу, то есть от верхних уголков, вот изгиб. И верхнюю линию, девочки, я потом делаю в последнюю очередь, то есть когда я прошила, я это вывернула. Затем я просто подгибаю, подгибаю мои припуски, отутюживаю их с обеих сторон и строчу по лицу. В принципе, можно полностью зашить, оставить какое-то открытие и вывернуть. Можно и так. Для меня удобнее такой способ, как я делаю. То есть я прошиваю сначала одну часть, выворачиваю, отутюживаю и затем уже отстрачиваю. То есть у нас идет отстрочка. Вот, посмотрите. Здесь тоже я делаю на ширину лапки и вверху у меня просто соединены почти в край на обе детали. Вот вы видите, немножко расходится здесь. Когда мы сделаем манжет, мы можем пробить сразу петли, сделать наметки, где у нас будут пуговицы, но пуговицы еще не пришивать. Пришивать можно только в том случае, если вы уже не делаете никаких украшений для манжет. То есть вот таких там валанчиков или каких-то складок и так далее. Но так как я буду делать, опять же, манжеты вот с таким валаном, я пробью только петли, пуговицы сделаю на метке, то есть поставлю маркером точечки, где я впоследствии пришью мои пуговки. И затем вот как раз между петлей и пуговицей вот это расстояние можно промерить, взять кусочек ткани, просто узкий кусочек ткани, вверху вот эта часть, где у нас идет двойная отстрочка. Это подгиб. То есть у нас, если сбоку посмотреть, вы видите вот этот хвостик валанчика сверху, он двойной. Это точно так же, как на первой юбке сделан валан внизу. То же самое мы делаем на манжетах. Поэтому мы измеряем нужную высоту нашего валана, делаем прибавку на подгиб, примерно вот до второй строчки. Может быть такое, что... Ну, не обязательно, чтобы и вторая строчка, где у нас ляжет, там было два слоя, но минимум вот под первую строчку вы должны положить двойную ткань. У меня отстрочка в две строки, как вы видите, в две строчки, то есть, извините. И затем уже... А нет, обманула девочки. У меня подгибка в обе строчки. То есть у меня двойная подгибка под обеими строчками. Но можно делать и под одной. Я буду обрабатывать опять московским швом. То есть... Ну, вы все знаете, что такое московский швов. Вот для этого валана на манжете я делаю следующим образом. Я делаю первый подгиб, ну, скажем так, 5 миллиметров. Отстрачиваю... То есть не отстрачиваю, а вручную прям вот этот сгиб. Я его отутюживаю. Вручную я прошиваю ниточкой. Затем срезаю все лишнее, подгибаю и отстрачиваю. То есть я не строчу двумя строчками. Я делаю первую строчку вручную, чтобы потом ниточку легко вытянуть. И получается в конце вот такая вот красивая тоненькая строчка. То есть это мы делаем только внизу. По бокам я делаю отстрочку оверлоком. И затем просто ее подгибаю внутрь и застрачиваю. Потому что если сделать тоже как бы московский шов, вот эти уголки получаются тогда толстоватыми. По крайней мере у меня. То есть мы берем, измеряем наше расстояние между пуговицей и петлей. Смотрим, какой пышный должен быть валан. Допустим, ну пусть будет это 10 сантиметров. Я тогда выкраиваю полосочку 15 сантиметров. В полтора раза больше, чем мне нужно. Обрабатываю ее. Здесь на подгибы и на все такое прочее уходит не очень много. Затем стягиваю все это до нужной мне длины. То есть я делаю первую отстрочку. Либо можно сразу две отстрочки сделать самым крупным стежком, чтобы потом было легче нам стягивать, распределять. Можно сделать только одну отстрочку для стяжки. И потом, когда мы делаем уже чистовую вторую отстрочку, можно просто руками, это небольшое расстояние, руками красиво выкладывать складочки, как бы для второго ряда. И отстрачивать второй ряд. И вот этот валанчик мы просто накладываем поверх манжета. Вы вот видите, сзади у меня такая строчка. То есть ничего абсолютно сложного. И потом получаются очень красивые манжеты. Девочки, можно еще сделать так, что у нас валанчик не только с одной стороны, но и со второй. Тогда эти манжеты можно даже, вот честно говоря, с короткими рукавами, с футболкой одевать. Тоже будет смотреться очень-очень красиво. То есть это будет как бы отдельный аксессуар. Вот эти манжеты, например, хорошо одевать, ну, допустим, поверх свитера. Вот представьте, у меня свитер. Вы вот так вот надели поверх. И замечательно. Если у нас больше валанов, как бы в обе стороны, их можно надевать просто, без ничего, на голую руку. Будет тоже красиво. То есть это получится у нас почти как браслеты. Ну, я думаю, что можно носить так. Будет красиво. Красота. Итак, приступаем. Сейчас я продублирую мои манжеты и начну их собирать. Музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Девочки, наши манжеты готовы. Теперь нам нужно вырезать полосочки, которые мы затем утянем до расстояния между нашими петлями и пуговицами. То есть те места, где будут пуговицы. Ну берем основу, как бы конец петли примерно и вот до того места, где будут пуговицы 15 сантиметров. Вот на этом манжете я сейчас промерила, у меня полосочка, девочки, очень длинная, почти 50 сантиметров, которая присобрана на вот эти 15 сантиметров. Но вот эта ткань у нас толще, поэтому я, наверное, возьму сантиметров 40. 40 сантиметров ширина, а борочки у нас 5 сантиметров в готовом виде. Значит, я возьму где-то сантиметр для московского шва, чтобы потом срезать излишки и так далее. Это будет 6, да, 2 сантиметра у нас идет подгиб, даже 2,5. Это получается 8,5 сантиметров ширина моей вот этой полосочки будет. Вверху я сложу пополам, чтобы у меня потом... Ну, я постараюсь, чтобы вот этот оверлочный шов ушел между двумя строчками. Итак, нужно раскроить полосочки. Для этого берем нашу ткань, нам понадобится 40 сантиметров и ширина 9. Ну, я возьму 10, потому что у меня неровные края, я буду прямо от края мерить 10 сантиметров просто-напросто. Длина 40 сантиметров, два раза это 80, поэтому выкраиваем сразу полосочку 80 сантиметров. Затем я буду делать московский шов вручную. Я вам сейчас покажу на необработанном, то есть необработанном, а оторванном краю. Здесь я срежу, он будет ровный. Я буду делать на этой стороне. Вот это потом обработается оверлоком. Ну, я вам покажу просто грубо здесь, как я буду делать московский шов еще раз. Значит, я подверну и в край иголкой с ниткой вручную, вот возьму белую ниточку, вручную прям вот так прошью ткань. Пойду отутюжу, то есть у меня ткань будет уже заглажена, будет ровненько, заутюжу и потом вот этот край срежу до самого шва, то есть до белой ниточки. И затем пойду на машину, на машине подверну, прострочу и уберу белую ниточку. И тогда у меня будет, ну, насколько возможно, настолько, ну, маленький шовчик будет. Затем я отмерю 5 сантиметров мою нужную высоту. Сделаю подгиб. Посмотрю, сколько у меня запас, чтобы было примерно 2,5 сантиметра до конца обработанного края. И сделаю строчку. Буду делать все-таки одну строчку для стяжки. Когда я стяну мою полосочку до 15 сантиметров, ой, извините, я забыла сказать еще раз, что остальное я обработаю оверлоком, вот эту часть тоже просто подверну вот так наизнанку. И прошью. Она будет почти незаметна, эта сторона. И затем я проложу строчку, стяну, положу на мой манжет, сколю булавочками и положу строчки. Первую строчку выше стяжки, вторую строчку ниже стяжки. И затем вытяну эту ниточку совсем. То есть у меня получится вот то же самое, что и на этом манжете. Итак, я сейчас сделаю и покажу вам. Посмотрите, девочки, я сделала... Давайте покажу вот на этом. Вот заготовка для валана. То есть я сделала московский шов, обработала потом по периметру оверлоком. Здесь подвернула, прострочила с лица. Подвернула мой сгиб, который будет сверху, то есть двойная ткань. И вот здесь в строчку у оверлока проложила строчку, которую я буду стягивать. То есть вот я уже стянула за ниточку. Мне надо утянуть этот кусочек ткани до ширины моего манжета. Напоминаю, от пуговиц до петель, то есть где-то 15 сантиметров. Вот я примеряю, смотрю, немножко надо еще стянуть. Совсем чуть-чуть. Вот, стягиваем. С одной стороны я завязала узелки, чтобы у меня ничего не убежало. И вот с другой стороны ниточкой стягиваю. Теперь я беру мой манжет, расправляю. Боже, где вторая ниточка? Вот нашлась. Расправляю мой валан, так называемый, и выкладываю его вот по высоте моей средней ниточки, ну, ближе к нижней петле. Где-то вот так. Так, начинаю от петли. Прикалываю. Так, наверное, надо немножко по длине, чтобы выступала. Да, прям до нижней петли. Кладу. Примерно вот так. С одной стороны. Можно сразу сколоть со второй стороны. Примерно, чтобы на одном уровне они были. Можно, в принципе, приложить вот так. И посмотреть высоту. Так. Таким вот образом. Как раз от пуговок. Прикалываем вторую сторону. И теперь нам нужно хорошо разложить. Если будет излишек, еще раз стянуть. Сейчас проверить. Так, так, так. Да, еще надо подтянуть. Так. У кого ткань тоненькая, например, если кто-то шьет там из хлопка, не знаю, батиста, то, конечно, можно двойную строчку положить. У меня ткань толстая. Это еще в два загиба получается. Что здесь не утянешь просто-напросто. Вот тут с одной строчкой уже тяжело утянуть. Ну, подруга захотела такие пышные тоже валанчики. Поэтому я взяла побольше ткань. Ну, то есть немножко поменьше, чем в предыдущих манжетах. Потому что ткань там была более тонкая, чем вот эта. В общем, утягиваем до нашего размера. Примерно. Ну, вот так. И сейчас я просто-напросто... Можно нарисовать вот здесь, например, вот мыльную линию, чтобы нам ориентироваться в высоту головок. Вот нарисовали. И теперь вот здесь в начале стягиваем так. Раскладываем наши валанчики, вот опять же, чтобы все головочки хорошо смотрели в одном направлении. На одном уровне. То есть мы ориентируемся по линии, вот, которую я нарисовала. Так. Раскладываем все. Можно это потом сметать вручную. Ну, я буду закалывать булавками. Так. Выкладываем. И выкладываем. Вот я выложила. У меня иголочки сейчас торчат. Я их просто потом вот так насквозь проткну, чтобы все было бы более плоским. И теперь, девочки, смотрите. Вот у меня ниточка, которую я стягивала. Да? Вот. Я сейчас пойду на машине, проложу ниточку поверх. Ну, примерно там, скажем, 5 миллиметров от вот этой нитки. Проложу одну линию, строчку. И затем наоборот, ниже вот этих, вот этой средней на 5 миллиметров. Где-то у меня расстояние будет в 1 сантиметр между моими строчками. И после этого вот эти ниточки я удалю. И у меня получится вот то же самое, как и здесь. Вот видите? Вот такой рукавчик. Здесь, конечно, получилось очень красиво, потому что ткань стабильная и более тонкая. Но здесь гораздо больше ткани в длину. То есть у меня примерно вот это расстояние, на которое стянуто, около 15 сантиметров. Вот здесь кусочек ткани почти 50 сантиметров. Вот представьте. Здесь я взяла 40... Сейчас скажу, сколько точно. Ну, 43 с половиной у меня в готовом виде получилось. Я делала, по-моему, по 45 сантиметров. Но тут ушло еще на обработку, на подгиб и так далее. Вот, сейчас я пришью и покажу вам. Ну, вот, посмотрите, девочки, что у меня получилось. Вот видите? Такой пушистик. Если мы сделаем застежку вот таким вот образом, вот, будет вот так. Это предыдущий. Видите? Немножко по-другому смотрится, но все равно за счет того, что много ткани, получился он такой пушистый. Он, конечно, гораздо-гораздо жестче, этот валан, чем вот этот. Из-за толщины ткани. Ну, ничего. Тоже смотрится красиво. Теперь остается пришить пуговки. И наш манжетик готов. Давайте я вам покажу, как это будет выглядеть. Так, ну, я сейчас сделаю наоборот, вот таким вот макаром. Вот видите? Например, такой. О, ребята, идея. Можно по два одевать. Или вот таким вот образом, гляньте, наоборот. А, ну, наоборот, не получится тут уже. Но все равно. Интересно сейчас мы примерим. О, двойные. Видите? Тоже интересно, да? Так, ну, сейчас я сделаю второй манжетик. И, наверное, буду пришивать пуговицы. И потом покажу вам уже совсем готовые изделия. Итак, девочки, посмотрите, что у меня получилось. Вот такие два манжета с оборками. Сейчас я вам поставлю рядом второй манжетик, чтобы вы посмотрели. Вот такие пушистики. Вот видите? И вот еще. Я думаю, что, ну, как украшение, это тоже имеет право быть. Мне нравится, красиво. Знаете, их можно даже использовать. Вот, ну, взять, одеть свитерок. И если кого-то смущает, например, что здесь у нас как бы просто свободно лежит, знаете, можно даже вручную приметать к свитеру, там, или к какой-то водолазке, и носить. Замечательно. А можно просто так, одевать поверх, либо вообще отдельно. Очень даже неплохо. Итак, на этом все. Всем большое спасибо. Буду прощаться. Пишите, пожалуйста, комментарии. Ставьте лайки, дизлайки. Кому что нравится. Главное, не оставайтесь равнодушными. Ну, а мы увидимся с вами в следующем видео. Всем мира и добра. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok